Глава первая Моем лихорадочно работал, однако тело было тяжелым и обессилевшим. Я двигалась, как будто сквозь патоку. Я знала, что должно решить право. Но как бы ни старалась, не могла попасть туда, куда нужно. Совершенно одна под гнетом страха неудачи, я не могла выбраться из этого безнадежного положения. Больше для меня в мире ничего не существовало. Этот сон передает суть транса неполноценности. Так мы часто действуем как главные герои в уже написанной драме, обречены реагировать на обстоятельства определенным образом. Мы не осознаем, что существуют другие варианты и есть выбор. Когда находимся в трансе и заключены в ловушку истории страхов, в результате которых терпим неудачу, мы оказываемся примерно в таком же состоянии. Наяву проживаем сон, который полностью определяет и ограничивает наше восприятие жизни. Весь остальной мир декорации, в которых мы пытаемся добраться куда-то, стать лучшим человеком, достичь чего-то, избежать ошибок. Как и во сне, мы принимаем свои истории за правду, очевидную реальность. И они поглощают большую часть нашего внимания. Когда мы обедаем или едем домой с работы, разговариваем с родителями или читаем детям книгу на ночь, мы продолжаем мысленно проигрывать свои тревоги и планы. Характерная черта транса – это убеждение, что, как бы сильно мы ни старались, мы никогда не сможем оправдать ожиданий. Чувство неполноценности идет рука об руку с ощущением того, что мы изолированы от других людей и от жизни. Если в нас есть изъян, как мы можем быть частью сообщества, быть своими? Это порочный круг. Чем сильнее наше чувство неполноценности, тем острее мы ощущаем свою изолированность и уязвимость. В основе этого первобытный страх, который говорит нам, что жизнью что-то не так, должно произойти плохое. Наши реакции на это – чувство вины, даже ненависти по отношению к тому, что мы считаем источником проблемы, то есть нас самих, других, самой жизни. Но даже когда мы направляем свое отторжение наружу, глубоко внутри мы чувствуем себя уязвимыми. Из нашего чувствования полноценности и чужеродности по отношению к другим произрастают различные формы страдания. Для одних наиболее явные проявления такого страдания – это зависимое поведение – от алкоголя, еды или наркотиков, от отношений, от конкретного человека или людей, которые дают им чувство, что они полноценны, и жизнь стоит того, чтобы жить. Другие достигают чувства своей значимости через часы изматывающей работы. Это та форма зависимости, которая часто восхваляется в нашей культуре – создать внешних врагов и находиться в состоянии постоянной войны с окружающим миром. Мы не осознаем, что существуют другие варианты и есть выбор. Из-за убеждения, что мы неполноценны и несостоятельны, трудно поверить, что нас действительно любят. Многие живут со скрытой депрессией или отчаянием. Мы не верим, что когда-нибудь сможем почувствовать себя близким с другими. Мы боимся, что если они поймут, что мы скучные или глупые, эгоистичные или ненадежные, то отвергнут нас. Если мы недостаточно привлекательны, то, возможно, у нас никогда не будет близких романтических отношений. Мы жаждем обрести себя, почувствовать себя как дома с собой и другими, чтобы нас принимали. Но транс неполноценности не дает нам ощутить сладость чувства принадлежности. Транс неполноценности усиливается, когда мы сталкиваемся с трудностями, и жизнь выходит из-под контроля. Мы можем решить, что наши физические болезни или эмоциональная подавленность – наша собственная вина, результат плохих генов или недостатка дисциплины и силы воли. Приходим к выводу, что потеря работы или болезненный развод – результат наших недостатков. Если бы мы только справились лучше или были другими, то все было бы хорошо. И хотя мы можем переложить вину на кого-то другого, все равно мы не классно виним себя за то, что вообще оказались в такой ситуации. Даже если с нами все в порядке, но кто-то близкий нам испытывает страдания или боль, например, наш партнер или ребенок, мы считаем это дополнительным доказательством нашей несостоятельности. У одной женщины, с которой я работала как психотерапевт, был 13-летний сын с синдромом дефицита внимания. Она испробовала все, что могла – врачи, диеты, иглоукалывание, наркотики, любовь. И все равно он не успевает в школе, чувствует себя социально изолированным, неудачником, и из-за боли и раздражения у него часто случаются вспышки к ним. Несмотря на ее любящие усилия, она живет с мучительным ощущением того, что недостаточно делает для сына, и должна стараться лучше. Трасс неполноценности также может принимать обратную форму. Когда я рассказал о хорошей подруге, что пишу книгу о чувстве неполноценности и о том, насколько оно всепроникающее, она не согласилась со мной. Она сказала, что для нее главный вызов – это не вина, а гордость. Эта женщина – успешный писатель и учитель. Рассказала о ее чувстве превосходства над другими. Она считает, что у многих людей недостаточно быстрый ум, поэтому они скучные. И так как многие восхищаются ею, она часто наслаждается ощущением исключительности и важности. Мне неловко признавать это. Может быть, именно в этом моменте проявляется чувство вины. Но мне нравится, когда люди восторгаются мной. Именно в эти моменты я нравлюсь себе. В другое же время, когда она не чувствует себя продуктивной или полезной, или достойной восхищения, она все-таки испытывает чувство неполноценности. Вместо того, чтобы просто признать свои таланты и наслаждаться силой, она нуждается в подтверждении, что она особенная или лучше других. Когда мы убеждены, что недостаточно хороши, мы никогда не можем расслабиться и ищем в себе недостатки. В результате чувствуем себя еще более неуверенными и недостойными. Мы должны стараться еще больше. Но ирония здесь вот в чем. Что в итоге? Один мой ученик на занятиях по медитации сказал, что ему кажется, будто по жизни его ведет чувство, я должен сделать еще больше. И тоскливо добавил, я скольжу по поверхности жизни и стремлюсь к финишной черте смерти. Когда я говорю о страдании, которое вызывает чувство собственной неполноценности, то часто замечаю, что ученики согласно кивают головами. Некоторые из них плачут. Возможно, они впервые в жизни осознают, что тот стыд, который они испытывают, не только их личная обоза. Некоторые из них остаются после лекции поговорить. Они признаются, что недостойны помощи и не обращаются за ней, не могут позволить себе чувствовать поддержку и любовь других людей. Некоторые осознают, что это чувство неполноценности и неуверенности не давало им исполнить мечты. Часто ученики говорят мне, что привычка постоянно ощущать себя неполноценными заставляет их все время сомневаться в том, что они правильно медитируют и не дает им поверить в собственный духовный рост. Некоторые из них рассказывают мне, что только встав на путь самосовершенствования, они поняли, упорная практика позволит им преодолеть чувство собственной несостоятельности. И все же, хотя медитация значительно помогла им, ощущение стыда и неуверенность в себе все еще прячутся внутри, иногда несмотря на десятилетия практики. Возможно, та медитация, которую они практиковали, не очень подходила их характеру, или, возможно, им была нужна дополнительная поддержка психотерапевта, чтобы раскрыть и излечить глубокий ран. Каковы бы ни были причины, если духовная практика не помогла нам, то возникают сомнения, можем ли мы вообще стать счастливыми и свободными. Субтитры создавал DimaTorzok использование неполноценного «я» в духовной жизни. В рассказах учеников я слышал о их и своей истории. После окончания колледжа я жила в Ашраме духовной общине почти 12 лет и с энтузиазмом посвятила себя этому. Мне казалось, что я нашла способ очиститься и превзойти несовершенство своего эго, я и его стратеги. Мы должны были каждое утро просыпаться в 3.30, принимать холодный душ и потом с 4 часов до 6.30 утра делать садхану, духовную практику, заниматься йогой, медитацией, восхвалениями и молиться. Часто к завтраку я уже пребывала в сияющем, любящем и блаженном состоянии. Я была в согласии с любящим осознаванием, тем, что называю возлюбленной. Я не чувствовала себя плохой или хорошей. Я просто чувствовала себя хорошо. К концу завтрака или чуть позже утром снова возвращались мои привычные мысли и поведение. Так же, как во времена моей учебы в колледже, это постоянно возвращающие чувство неуверенности, ограниченный я, с которым что-то не так, и эгоизм давали мне понять, что я снова не оправдываю ожиданий. Тогда я шла спать, просыпалась и начинала все с ночи. Пока я испытывала подлинное умиротворение и открытость, мой внутренний судья продолжал оценивать уровень моей чистоты. Я не могла доверять себе. Я притворялась позитивно настроенной, в то время как внутри чувствовала себя одинокой или испуганной, либо испытывала стыд за потребность впечатлить других силой своей практики. Я хотела, чтобы другие считали меня настоящим практикующим и преданным иякином, который относится к окружающим с внимательностью и щедростью. И в то же время осуждала других за недостаток дисциплины и себя за то, что так критично. Даже находясь в центре жизни общины, я часто чувствовала себя одиноко. Мне казалось, что если я действительно приложу все силы, то где-то через 8-10 лет смогу избавиться от своего эгоцентризма и стану мудрой и свободной. Периодически я спрашивала учителей из разных духовных традиций, которыми я восхищалась, но и как у меня дела, что я еще могу сделать. Они всегда отвечали «Просто расслабься». Я считала речь о чем-то большем, чем просто расслабление. Разве они могли иметь в виду это? Я еще не достигла нужного уровня. Чок Йом Трунгпа, современный буддийский учитель, пишет «Проблема состоит в том, что эго все может обернуть себе на пользу, даже духовность. Я привнесла на свой духовный путь потребность восхищения, неуверенность в том, что достаточно хороша, склонность критично относиться к себе и другим. Да, площадка для игры уже была шире, чем мое предыдущее востремление, но игра была все той же – стараться стать другим и лучшим человеком. Оглядываясь в прошлое, я не удивляюсь тому, что привнесла неуверенность в себе и в духовную жизнь. Тех, кто измучен чувством неполноценности, часто привлекают идеалистические взгляды на мир. Они рассматривают их как возможность очиститься и превзойти свою несовершенную природу. Эта гонка за совершенством основана на предположении, что мы должны измениться, чтобы обрести себя. Мы можем жадно слушать учения о том, что целостность и чистота всегда были нашей природой, но при этом все равно ощущаем себя чужаками, незванными гостями на празднике жизни. Культура, которая воспитывает обособленности стыд Несколько лет назад группа буддийских учителей и психологов из США и Европы пригласила Далай-ламу принять участие в диалоге об эмоциях и здоровье. Американский учитель Випассаны попросил его святейшества рассказать о страдании, вызванном ненавистью к себе. На лице Далай-ламы отразилось замешательство. «Что такое ненависть к себе?» спросил он. После того, как ему пояснили, он стал выглядеть еще более озадаченным. «Такое состояние ума это нервное расстройство?» спросил Далай-лам. Когда собравшиеся подтвердили, его святейшество очень удивился. «Как они могут испытывать такие чувства к себе, если в каждом из нас есть природа Будды?» спросил он. Хотя все люди стыдятся слабости и боятся быть отвергнутыми, западная культура создает почву для таких чувств, которые непонятны Далай-ламе. Поскольку многие из нас росли без связующего и питающего чувства семьи, соседства, сообщества или племени, неудивительно, что мы чувствуем себя так и сейчас, как будто сами по себе. Мы рано приходим к выводу о том, что любая дружеская связь с семьей или друзьями, в школе или на работе, требует от нас подтверждения того, что мы этого достойны. Мы находимся под давлением, соревнуемся, добиваемся успеха, проявляем себя умными, привлекательными, способными, влиятельными и обеспеченными. Кто-то все время ведет учет. Всю жизнь, проработав с бедными и больными, мать Тереза пришла к удивительному прозрению. Самые серьезные болезни сейчас это не туберкулез и не проказы, но утраты чувства принадлежности. В нашем обществе эта болезнь достигла размеров эпидемии. Мы все испытываем страстное желание быть своим, но нам кажется, что мы не заслуживаем этого. Буддизм бросает серьезный вызов такому восприятию мира. Рождение в человеческом теле это драгоценный дар, потому что у нас есть возможность познать любовь и осознавание, которое есть наша истинная природа. Как точно заметил Далай-Лама, мы все обладаем природой Будды. Духовное пробуждение это процесс познания наших неотъемлемых хороших качеств, нашей природной мудрости и сочувствия. Разительный контраст этой вере в присущее нам достоинство составляет миф об изгнании Адама и его израильского сада. Он настолько хорошо знаком нам, что мы можем даже не осознавать его влияние, но эта история формирует и отражает глубинное психологическое состояние западной культуры. Смысл первородного греха однозначен. Из нашей изначально порочной природы мы не заслуживаем счастья, любви, чувства легкости и комфорта в этой жизни. Мы изгнанники и если хотим снова войти в этот сад, должны искупить грехи своего я, должны побороть свои недостатки, контролируя свое тело, эмоции, нашу естественную среду, других людей. Должны безустро стараться, работая, приобретая, потребляя, достигая, отправляя электронные письма, принимая на себя непосильные обязательства, торопясь, в вечных попытках доказать свою состоятельность. Мы растем неполноценными. В книге «Истории духа» Джек Корнфилд и Кристина Фельдман рассказывают такую историю. Одна семья пришла в ресторан. Когда подошла официантка, родители сделали заказ. Тут же их пятилетняя дочь высказала свои пожелания. «Мне фундог, картофель фри и кока-колу». «О нет, ты не будешь это есть», встрял ее отец и, повернувшись к официантке, добавил, «Она будет мясной рулет, пюре и молоко». Официантка с улыбкой посмотрела на девочку и сказала, «Итак, дорогая, какую приправу ты хочешь к этому хот-догу?» Она ушла, оставив семью в ушеломленном молчании. Несколько мгновений спустя девочка, сияя счастье, сказала, «Она думает, что я настоящая». Духовное пробуждение – это процесс познания наших неотъемлемых хороших качеств. Когда я рассказал эту историю на еженедельном занятии в Вашингтоне, моя мама тоже была там. Мы ехали после занятия домой, и она вдруг со слезами в голосе сказала, «Это маленькая девочка в ресторане я». Она никогда не чувствовала себя действительно существующей в глазах своих родителей, продолжила она. Будучи единственным ребенком в семье, моя мама всегда ощущала, что должна быть такой, какой ее хотели видеть родители. Ее ценность зависела только от чувства гордости родителей. Она была для них объектом, которым можно управлять и которого следует контролировать, выставлять на показ или делать ему выковыр. ее чувства и мнения не имели никакого значения, поскольку ее родители не считали ее отдельной личностью. Ее самоидентификация основывалась на угождении другим и страхе, что ее отвергнут, если она не оправдает ожиданий. Ее опыт говорил о том, что она не настоящий человек, который заслуживает уважения и достоин любви просто так, безо всяких усилий с ее стороны. Большинство моих клиентов хорошо осознает, какими качествами должны обладать идеальные родители. Когда родители по-настоящему присутствуют в жизни ребенка и любят его, они становятся своего рода зеркалом, в котором отражается его совершенная природа. В результате у ребенка в ранние годы жизни развивается чувство безопасности и доверия, а также непосредственность и способность к близким отношениям с окружающими. И когда мои клиенты исследуют свои раны, они осознают, что, будучи детьми, не получали той любви и понимания, которых так жаждали. Более того, они видят, что в отношениях со своими детьми также не идеальны, невнимательны, критичны, раздражены и экоцентричны. У наших несовершенных родителей были свои несовершенные родители. Страх, неуверенность и желание передается из поколения в поколение. Родителям неважно мнение детей или же они хотят, чтобы их дети были особенными, умнее и привлекательнее других и добивались большего. Они смотрят на своих детей через призму страха, они могут не поступить в хороший колледж и стать неудачниками и через призму желания. Хорошо ли их действия отразятся на нас? Как носители нашей культуры родители обычно убеждают своих детей, что чувство гнева и страха это плохо, что их естественные способы выражения желаний и разочарований неприемлемы. В ситуациях, связанных с насилием, посыл обычно таков. Ты плохой, ты путаешься под ногами, ты никчемный. Но даже в менее экстремальных ситуациях большинство из нас приходит к убеждению, что наши желания, страхи и взгляды не имеют большого значения. Надо стать лучше, если хотим быть своим. Во время ретрита по медитации один из моих учеников по имени Джефф рассказал мне историю, которая неожиданно всплыла у него в голове во время последней сессии. В семь лет он больно ударился, играя со старшим братом. В слезах он побежал к матери, которая в это время работала на кухне. Он попросил ее приструнить брата. Неожиданно она, уперев руки у бока, взглянула на него с негодованием и презрением. Джефф не помнит, что именно она ему сказала, но весь ее вид говорил «решай свои проблемы сам». Став взрослым, Джефф узнал, что его мать выросла в большой и хаотичной семье и с детства усвоила, что дети должны сами заботиться о себе. И когда мальчик хныкал или был назойлив, ее раздражала его слабость. Наша культура с ее упором на уверенность в себе и независимость, качества которые считаются особенно важными для мужчин, только укрепила взгляды его матери. Несмотря на это, Джефф до сих пор чувствует, что наличие у него потребностей делает его непривлекательным, нежеланным и даже плохим, вызывает у него стыд, заставляет его съеживаться. Убеждая нас, что с нами что-то не так, наши родители и культура передает таким образом послание об Эдеме в райском саде. По мере того, как мы усваиваем такой взгляд на свою природу, мы попадаем в ловушку транса неполноценности. Мы можем потратить годы и десятилетия, пытаясь исправиться, стараясь стать достаточно хорошими, чтобы снова войти в райский сад. Стратегии для управления болью несостоятельность. Мы готовы на все, что угодно, лишь бы избежать боли, вызванной чувством собственной никчемности. Каждый раз, когда наши недостатки становятся видны нам или другим, мы реагируем, обеспокоенно пытаясь прикрыть свою наготу, как Адам и Ева после изгнания. С течением лет каждый из нас разрабатывает стратегии, призванные замаскировать и исправить наши недостатки. Мы участвуем в одном проекте по самосовершенствованию за другим, стремясь соответствовать стандартам совершенного тела и образа, которые навязывают нам средства массовой информации. Мы закрашиваем седину, делаем лифтинг лица, постоянно сидим на диете, добиваемся повышения на работе, ходим в спортзал, записываемся на курсы по укрепленному изучению тех или иных вещей, медитируем, составляем списки, работаем волонтером, посещаем мастер-классы. Безусловно, любое из этих занятий может быть вполне полезным и здоровым времяпрепровождением, но часто за ними стоит подсознательное чувство неполноценности. Вместо расслабления и наслаждения тем, кто мы есть, мы сравниваем себя с идеалом и пытаемся приблизиться к нему. Мы отступаем назад и перестраховываемся вместо того, чтобы рискнуть и, возможно, потерпеть неудачу. Когда моему сыну Нарайяну было около десяти лет, он весьма неохотно пробовал новое. Ему хотелось немедленно во всем добиваться успеха, и если занятие требовало тренировки, он испытывал страх. Я постоянно объяснял ему, что самые чудесные моменты жизни содержат в себе элементы риска, и что ошибки неизбежны. Но мои предложения расширить границы, взять уроки тенниса или поучаствовать в музыкальных концертах, всегда встречали сопротивление. После моей очередной тщетной попытки Нарайян процитировал мне Гомера, который Симпсон, «Попытка – это первый шаг к неудаче. Если мы хотим осторожничать и играть наверняка, это значит, что мы должны избегать рискованных ситуаций, то есть практически всей жизни. Так мы можем отказаться от роли лидера или избегать ответственности на работе, опасаться слишком близких отношений с другими, воздерживаться от проявления своих творческих способностей, не говорить того, что действительно думаем, не позволять себе дурачиться или проявлять нежность. Мы отстраняемся от переживания настоящего момента, от болезненных чувств страха и стыда, непрерывно рассказывая себе истории о нашей жизни, что мы должны делать, что не получилось, какие трудности могут ждать нас впереди, как мы выглядим со стороны, как другие соответствуют или не соответствуют нашим ожиданиям, решают нам или подводят нас. Есть старая шутка о еврейской маме, которая шьет своему сыну телекрамму. Начинай беспокоиться, подробности позже. Поскольку мы живем со смутным ощущением тревоги, нам даже не нужна проблема, чтобы запустить поток катастрофичных сценариев. Создается иллюзия, что мы управляем собственной жизнью, и это ожесточает нас против личных неудач. Мы все время при деле. Быть все время чем-то занятым – это разрешенный обществом способ дистанцироваться от боли. Как часто мы слышали, что кто-то, только что потерявший близкого человека, хорошо справляется с тем, чтобы все время находить себе занятия. Если мы остановимся, то рискуем погрузиться в невыносимые чувства одиночества и полной никчемности. Так что мы стараемся заполнить себя, свое время, свое тело, свой ум, покупаем новые вещи или забываемся в постопорожних разговорах. В переживах мы проверяем электронную почту, включаем музыку, готовим еду, смотрим телевизор, делаем что угодно, лишь бы замаскировать чувства собственной уязвимости и неполноценности, которые затаились в нашем сознании. Быть все время чем-то занятым – это разрешенный обществом способ дистанцироваться от боли. Мы становимся своими самыми строгими критиками. Бегущие титры в нашей голове постоянно напоминают нам, что мы всегда все портим, что другие справляются жизнью гораздо более успешно и эффективно. Часто мы подхватываем из того места, где остановились наши родители, специально напоминая себе о своих недостатках. Как сказал карикатурист Жюль Файфер, «Я вырос, и у меня был внешний вид, как у моего отца, озоренности речи, как у отца, осанка, как у отца, походка, как у отца, мнение, как у отца, и презрение к моему отцу, как у моей матери». Когда мы знаем свои недостатки, это дает нам ощущение, что мы контролируем свои импульсы. Это позволяет нам скрывать нашу слабость и, возможно, отчасти улучшает наш характер. Мы сосредотачиваемся на недостатках других людей. Есть поговорка, что мир делится на людей, которые думают, что правы. Чем большую неудовлетворенность мы ощущаем, тем нам сложнее признать свои недостатки. Обвиняя других, временно облегчаем для себя груз неудач. Болезненная правда заключается в том, что все эти стратегии лишь усиливают ту неуверенность в себе, которая подкрепляет транс неполноценность. Чем больше историй мы рассказываем себе о возможной неудаче или о том, что не так с нами и другими людьми, тем глубже становятся канавки нейронной пути, которые формируют чувство неполноценности. Каждый раз, когда мы скрываем свое поражение, мы подкрепляем страх собственной несостоятельности. Стремясь впечатлить или превзойти других, мы лишь усиливаем основополагающие убеждения, что недостаточно хороши. Это не значит, что в нашей жизни нет места здоровой конкуренции, что мы не можем прилагать искренние усилия на работе и получать заслуженное признание и испытывать удовольствие от собственного профессионализма. Но когда в основе наших усилий лежит страх своего несовершенства, мы лишь усугубляем транс-неполноценность. Восприятие других других как врагов Большая часть этой главы была посвящена страху, что мы становимся источником проблемы и тем самым превращаемся во врагов самим себе. Но мы также направляем эти чувства вовне и делаем врагами других людей. Чем больше наш страх, тем сильнее чувство враждебности. Нашими врагами становятся родители, которые никогда по-настоящему не уважали нас, наш начальник, который не дает нам добиться успеха, политическая партия, которая отнимает у нас власть, или нация, которая угрожает нашим жизням. В мире, где мы против них, неполноценность и зло всегда находятся там, вовне. Будь это раскол семьи или война между этническими группами в течение многих поколений. Создание врага дает ощущение контроля. Мы чувствуем свое превосходство, свою правоту, и мы считаем, что как-то решаем проблему. Когда мы направляем гнев на врага, мы временно ослабляем собственные чувства страха и уязвимости. Безусловно, существуют и настоящие угрозы. Мы можем представлять опасность для самих себя. Нам могут навредить другие люди. Но все же, раздражаясь гневом или применяя насилие, воюя с собой и с другими, мы лишь преумножаем гнев и страдание. Освобождение от этого чувства возможно, только если мы встречаем свою уязвимость с мудростью. корни транса неполноценности восприятия себя как отдельного я. Более чем две с половиной тысячи лет назад в Северной Индии Бонна достиг просветления после ночи медитации под известным теперь деревом Бодхи. Он знал, что открыл путь Великой Колесницы, потому что его сердце было открыто и свободно. В своей первой проповеди он дал учение, с которого началась новая вера духовного развития человека. В этот поворотный момент истории Бодда учил, что если обратиться к корню страдания и ясно увидеть его, это станет началом освобождения. Это первая благородная истина. Все испытывают страдания или неудовлетворенность и распознать его существование во всей его полноте – первый шаг на пути к пробуждению. Во время ночного гдения Бодда пристально взглянул на свое собственное страдание или неудовлетворенность. Они возникают из-за ошибочного восприятия себя как отдельной и особой сущности. Это восприятие самости заточает нас в бесконечный круг желаний и отторжения. Ограничивая себя таким образом, мы забываем про нашу подлинную природу, любящую осознавание, которое соединяет нас с жизнью. То, что мы ощущаем как «Я», это совокупность привычных мыслей, эмоций и шаблонов поведения. Ум связывает это все вместе, создавая историю об отдельной индивидуальной сущности, которая к тому же обладает протяженностью во времени. Все это становится моим опытом. Боязнь это мое желание. Современный мастер буддийской медитации и писатель из Таиланда Аджан Бодда Даса описывает эту привычку наделять наше переживание ощущением самости как формирование «я» и «моё». Мы интерпретируем все, что думаем и чувствуем и все, что происходит с нами, как принадлежащее «я» или вызванное им. Наши наиболее привычные и непреодолимые чувства и мысли определяют нас. Если мы погружены в транс неполноценности, то считаем эту сущность несовершенной, то есть воспринимаем жизнь очень лично, прикрепляя ко всему ярлыки «я» и «моё». Общее ощущение «что-то не так» легко переходит в «что-то не так» со мной. Когда я рассматриваю ощущение неполноценности, я не могу указать ситуации, где я действительно была бы несостоятельна. Но уже само это ощущение отдельного от других «я» приводит к основополагающему убеждению, что со мной не всё в порядке. Это может быть фоновый шепот, из-за которого я постоянно нахожусь в тревоге и в движении. Или глубокое одиночество, как будто бы существование в виде отдельного «я» лишает меня чувства сопричастности и цельности. Вера в то, что мы отдельные личности, несовершенные и постоянно испытывающие угрозу, это не какой-то сбой природы. Скорее, такое восприятие неотъемлемая часть нашего человеческого опыта, то есть всей жизни. Практикующий дзен-буддизм биолог и писатель Дэвид Дарлинг указывает на то, что даже самые первые одноклеточные существа восстанавливали границы, чёткие материальные границы между собой и внешним миром. Так было положено основание двойственного восприятия, вера в раздельность «я» и остального мира. Это присуще каждому человеку чувство обособленности, музыкальная тема нашего удивительно разнообразного и загадочного мира. Одноклеточные существа отталкивают то, что им угрожает, и движутся к тому, что их усилит. У нас, людей, точно такие же базовые рефлексы, наше цепление и отторжение проявляются через пугающе сложный набор физических, психических, умственных и эмоциональных показателей. Многие из них находятся за пределами нашего обычного осознавания. Желание и страх — это естественные энергии, предназначенные эволюцией для нашей безопасности и размножения. Но когда они становятся основой нашей идентичности, мы теряем из виду полноту жизни. Мы идентифицируем себя в лучшем случае с осколком своей подлинной сути, которая воспринимает себя как нечто несовершенное, находящееся в опасности и отдельное от остального мира. Если наше ощущение себя определяется лишь потребностью в эмоциональной поддержке и неуверенностью, мы забываем, что также обладаем любознательностью, чувством юмора и способностью проявлять заботу о других. Мы забываем о дыхании, которое дает нам жизнь, о любви, которая объединяет нас, о невероятной красоте и хрупкости, о том, что мы все испытываем, пока живы. По сути, мы забываем о чистом осознавании, сияющей пробужденности, о природе Будды. Без тревог о несовершенстве Многие говорили мне, увидев, что всю жизнь были заключены в тюрьму стыда и ненависти к себе, они испытывали не только печаль, но и чувство оживительной надежды. Когда мы наконец способны увидеть свою тюрьму, мы также можем увидеть наш потенциал, и это подобно пробуждению от дурного сна. Известный дзен-мастер седьмого века Син Цан учил, что истинная свобода это жизнь, в которой нет тревог по поводу несовершенства. Это значит принимать наше человеческое существование и всю жизнь как есть. Несовершенство это не наша личная проблема, это естественная часть жизни. Мы попадаем в сети желаний и страхов, действуем неосознанно, болеем и стареем. Если расслабимся и примем несовершенство, мы больше не будем упускать мгновение жизни, стремясь стать другими. Д.Г. Лоуренс описывал западную культуру как огромное выкорченное дерево, корни которого находятся в воздухе. Мы погибаем, потому что не можем удовлетворить свои главные потребности. Мы отрезаны от великого источника нашего внутреннего подпитывания и обновления. Мы снова становимся живыми, когда заново открываем истину о нашей изначальной чистоте и связи со всем живым. Наши главные потребности удовлетворяются, если мы относимся друг к другу с любовью, полностью пребываем в настоящем моменте, соприкасаемся с красотой и болью внутри нас и вокруг нас. Мы снова должны пустить корни во вселенной. чувства обособленности и неполноценности это не только неотъемлемая часть жизни людей, но и наша способность к пробуждению. Мы освобождаемся из тюрьмы транса неполноценности, прекращая воевать против самих себя и вместо этого учимся относиться к своей жизни с мудростью и состраданием. Когда мы развиваем в себе радикальное принятие, мы постепенно заново открываем для себя тот сад, забытая, но желанное ощущение цельности, пробужденности и любви. Направляемое размышление, распознавание транса неполноценности. Свобода начинается с распознавания страхов и убеждений, которые лежат в основе транса неполноценности. Вы можете сделать паузу, чтобы подумать о том, что вы в себе привычно отрицаете и отталкиваете. Принимаю ли я свое тело таким, как оно есть? Винию ли я себя, когда заболеваю? Кажется ли мне, что я недостаточно привлекателен? Недоволен ли я своими волосами? Стесняюсь ли я того, что стареет мое лицо и тело? Винию ли я себя за лишний вес, за недостаточный вес, за свою не самую лучшую физическую форму? Принимаю ли я своем таким, какой он есть? Винию ли я себя за то, что недостаточно умный или интересный? Критикую ли я себя за навязчивые мысли, за то, что у меня однообразные и скучные мысли? Стыжусь ли я плохих мыслей, критичных или похотливых? Считаю ли я, что плохо медитирую, потому что мой ум так занят? Принимаю ли я свои эмоции и свое настроение как есть? Могу ли я плакать? Чувствовать себя неуверенным и уязвимым? Осуждаю ли я себя за то, что впадаю в депрессию? Стыжусь ли я того, что испытываю зависть? Критикую ли я себя за нетерпелимость, раздражительность, нетерпимость? Считаю ли я, что мой гнев и тревожность это знак, что я не продвигаюсь по духовному пути? Считаю ли я себя плохим человеком из-за своего поведения? Ненавижу ли я себя, когда мое поведение эгоцентрично или наносит вред другим? Стыжусь ли я своих вспышек гнева? Чувствую ли я отвращение к себе, когда меня неудержимо тянет к еде? Когда я курю или пью слишком много алкоголя? Чувствую ли я, что эгоистичен и часто не ставлю интересы других выше своих? И это признак моей духовной неразвитости. Кажется ли мне, что я всегда не соответствую ожиданиям своей семьи и друзей? Или что со мной что-то не так, потому что я не способен на близкие отношения? Зрюсь я на себя за то, что не многого добился, не стал выдающимся человеком, не достиг карьерных высот? Часто мы наиболее ясно можем осознать состояние транса неполноценности, когда понимаем, какое впечатление хотим произвести на других и что стремимся от них скрыть. Подумайте, с кем вы недавно проводили время, кто вам нравится и кого вы уважаете, но не знаете слишком хорошо. Как бы вы хотели, чтобы этот человек воспринимал вас, например, любящим, щедрым, привлекательным? Каким бы вы не хотели показаться этому человеку, например, эгоистичным, неуверенным, завистливым? В течение дня делайте иногда паузу и спрашивайте себя «В этот момент принимаю ли я себя таким, какой есть?» Не оценивая себя, просто осознавайте, как вы связаны со своим телом, эмоциями, мыслями и поведением. Приняв транснеполноценности, вы ослабите его влияние на вашу жизнь. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok